Всех приветствую! Сегодня мы продолжим разбор муравьев и их особенностей. У нас уже был выпуск про зрение муравьев, а сегодня мы поговорим о том, как муравьи слышат, как устроено ухо муравья и как они общаются между собой. Начать стоит с того, что ушей в привычном понимании этого слова у муравьев нет, но у них есть органы слуха, с помощью которых они улавливают звуки, вибрации и слышат других муравьев. Если человек слышит через ухо и орган, называемый улиткой, раскладывает звуки и посылает сигналы в мозг, то у муравьев один из основных способов слышать выглядит кардинально иначе. Это маленькие волоски, сенсилы, и находятся они не только на голове, а вообще по всему телу муравья, включая антенны, брюшко и даже ноги. Сенсилы действуют как рецепторы и способны улавливать вибрации не только с Земли, но и происходящие в воздухе. Когда звуковые волны достигают сенсил на теле муравья, то они начинают вибрировать и стимулировать нервные клетки, связанные с ними. Это позволяет муравьям получать и понимать звуки окружающей среды. Кроме сенсил, у муравьев есть еще один очень особенный слуховой орган, называемый органом Джонстона. Он расположен у основания антенн муравьев и также способен улавливать вибрации в воздухе. Он состоит из ряда сенсорных клеток, чувствительных к разным частотам звука. Когда звуковые волны достигают органы Джонстона, он приводит в движение очень маленькие волоски внутри него, и эти движения уже преобразуются в электрические сигналы, которые отправляются в мозг муравья для обработки. Важно сказать, что несмотря на то, что муравьи могут слышать звуки, их слух все же далеко не идеален, и многим животным он сильно уступает. Они более чувствительны к низкочастотным звукам, которые подходят для муравьиных нужд. Муравьи используют свой слух для разных целей. Одна из них – общение. Общаются муравьи сразу тремя способами. Первый метод – феромоны. Это химические вещества, которые вырабатываются и выбрасываются муравьями в окружающую среду. Они могут быть обнаружены другими особями с помощью антенн на голове муравья. Феромоны бывают разные. Самый часто используемый – это феромон следа. Если муравей обнаружил источник пищи, то возвращаясь в гнездо, он оставляет за собой феромоновый след. И уже другие муравьи могут воспользоваться этим, чтобы дойти до места с едой. Чем больше муравьев пройдет по пути, тем более сильным становится феромон. Это облегчает поиск пищи по следующим муравьям. Другим не менее важным типом феромонов является феромон тревоги. Если муравей чувствует угрозу или ранен, то он сразу выделяет феромоны тревоги, чтобы сигнализировать другим муравьям об опасности. Таким образом, муравьи мобилизуют коллективную защитную реакцию и могут постоять за свою колонию. Второй метод – тактильные сигналы. Муравьи также используют тактильные взаимодействия для общения друг с другом. Делают они это с помощью сенсил, о которых я говорил ранее. А прикасаясь друг к другу антеннами и лапками, муравьи могут передавать информацию о конкретных задачах или инициировать определенное поведение. Например, во время поиска источника еды один муравей может коснуться другого своими антеннами, чтобы стимулировать его идти по следу феромонов. Это помогает координировать действия внутри колонии, а также является формой обучения муравьев. И третий метод, возвращаясь к теме слуха – акустические сигналы. Издавая определенные звуки, муравьи могут передавать информацию об найденных источниках пищи и даже о местоположении своего гнезда. Кроме того, муравьи используют свой слух для обнаружения хищников, и в этом плане их слух поражает. Они могут спокойно услышать даже взмахи крыльев. Это позволяет муравьям быстро координировать действия для защиты своей колонии. Что касается навигации, муравьи могут использовать звук в качестве сигналов для ориентации в окружающей среде и могут замечать едва уловимые изменения в вибрациях, вызванных препятствиями или изменениями рельефа, что помогает им ориентироваться в сложных условиях, таких как подземные туннели или густая растительность. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Мы узнали о муравьях немного больше и будем продолжать дальше. Предлагайте свои идеи в комментариях. Если есть какие-то пожелания или вопросы, заметки или исправления, напишите нам ВКонтакте. Всем спасибо за внимание. До новых выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова